Всем привет! На связи Оллин от Игромании и я его ведущая Даша Бунтина. Скандалы, интриги, расследования. Именно так можно описать сегодняшний выпуск. Ведь сегодня ты узнаешь о завершении судьбы российского шутера The Day Before. Как Epic Games победила Google и что думает Apple о российском рынке. Очень интересно. Надеюсь, ты готов. Не забудь подписаться на наш канал, поставить лайк, ну и напиши мне комментарий, как твои выходные, дружок. Поехали! Помнишь такую песню? Спектакль окончен, гаснет свет. В общем, свет действительно погас для The Day Before. Ее больше нельзя купить в Steam. И проблемы игры начались еще 7 декабря, когда она вышла и собрала массу отрицательных отзывов. В этом виноваты, кстати, сами разработчики. Они обещали ММО в духе The Division, а сделали совершенно другое. Причем багов и недоработок оказалось слишком много. Благодаря этому шутер попал в тройку самых низко оцененных игр. Оно и понятно. Проект был крайне ожидаем. За ним следило больше 200 тысяч пользователей. Похоже, что студия не выдержала наплыва негатива и объявила о своем закрытии. По ее словам, все заработанные деньги пойдут на уплату долгов. Геймеры таких действий не оценили и потребовали, чтобы авторы вернули деньги им. Ведь разработчики, выражаясь простым языком, попросту развели людей ложными обещаниями. Даже другие компании обратили внимание на это событие. Например, авторы DayZ напомнили о десятилетии проекта на манер сообщения о закрытии. Позже создатели игры сообщили, что вернут средства всем, кто запросит рефанд. Поэтому студия на The Day Before якобы ничего не заработает. Кажется, мы стали свидетелями очень важного происшествия в игровой индустрии. Как вот лично ты думаешь, какие у него могут быть последствия? Возможно, это научит разработчиков следить за своим маркетингом. И также очень интересно, как ситуация отразится в будущем на репутации российских игр. Ведь за создание The Day Before отвечала якутская студия. Пока мы с тобой страдаем с Алном Уэйком, он уже успел получить новую концовку. Она вышла в составе крупного обновления, в котором добавили режим «Новая игра плюс». Авторы отметили, что перепрохождение имеет важную нарративную роль. Во-первых, персонажи сохранили все снаряжение. Во-вторых, сюжет получил массу дополнений. Теперь на уровнях разбросано больше видеоматериалов, страниц рукописи и прочих предметов. И в-третьих, теперь геймеры могут испытать себя на новом, более хардкорном уровне сложности. На этом поддержка Alan Wake 2 не заканчивается. В следующем году нас ждут два дополнения. И по словам креативного директора Сэма Лейка, они будут очень важны для истории горе-писателя. А вы знали, что интерфейсы наших любимых приложений игр делают UX-UI дизайнеры? Они анализируют наши потребности и делают меню игр, кнопки и интерфейсы удобными и понятными. Профессия на стыке IT и творчества. Вам не нужно уметь программировать и рисовать. А на позиции Джуна вы сможете зарабатывать от 90 тысяч рублей в месяц. Обучиться профессии поможет школа Contented с курсом UX-UI дизайнера с нуля до про. За 16 месяцев вы освоите все необходимые программы с поддержкой опытного дизайнера и создадите интерфейс мобильного приложения кинотеатра, игры или веб-сайт по реальному брифу от компаний. Вы пройдете онлайн-практику в Озон или креативном агентстве RedKids. Контент отдают реальный опыт. На выходе у вас будет портфолио из 12 работ. В честь Нового года проводится уникальная акция. В декабре можно получить не только скидку до 60% по промокоду игромания, но и два дополнительных курса в подарок – модуль по нейросетям и курс английского языка. Не трать время напрасно, начни строить карьеру прямо сейчас по ссылке в описании или QR-коду на экране. Все приходит с опытом, опыт приходит с Contented. СМИ сообщили о взломе студии Insomniac. Хакеры получили доступ ко множеству данных, включая документы сотрудников. Среди них есть даже паспорт Юрия Лавенталя, актера Питера Паркера. Более того, среди материалов много электронных писем и конфиденциальных бумаг. Взломщики также заполучили документы о втором Человеке-пауке и экшене про Росомаху. Похоже, среди них есть даже скриншоты этой игры. Злоумышленники назвали утечку «впечатляющей» и выставили ее на аукцион. Стартовая цена составила 50 биткоинов. На данный момент это около 2 миллиардов долларов. Но хакеры могут прекратить это, если разработчики заплатят выкуп. Ну а пока студия никак происходящее не прокомментировала. Epic Games выиграла суд против Google. Антимонопольное разбирательство началось еще несколько лет назад, когда Fortnite удалили из Google Play и App Store. Все это из-за того, что разработчики добавили способ для прямой оплаты. Она игнорировала магазин, который получал процент от каждой покупки. Студия смогла доказать, что корпорация скатилась со своей площадкой в незаконную монополию. Решение в пользу Epic Games было единогласным. Хотя Google сдаваться не собирается, поэтому попробует подать апелляцию. В следующем году пройдет встреча для обсуждения этого разбирательства. Похоже, на нем Epic Games потребует от Google подарить больше возможностей сторонним разработчикам. Благодаря этому они получат больше свободы и даже смогут открывать собственные магазины в системе Android. Sega намерена возродить ряд классических игр. Еще на The Game Awards она представила возрождение аж пяти известных проектов. Правда, обошлось без подробностей. Игроков порадовали лишь небольшим винегретом из кадров. Компании заявили, что она не собирается ограничиваться этими анонсами. Успехи Якутза, Соника и Персоны вдохновили разработчиков на эксперименты. Они хотят вернуть бунтарский дух, который был свойственен Sega в 90-х. Возможно, компания возродит серию Virtua Fighter. Именно она стала источником вдохновения для Tekken, Dead or Alive и других 3D-файтингов. Но по прошествию лет оказалась забыта. К слову, Sega немного рассказала о переосмыслении Jet Set Radio. Похоже, что к работе над игрой вернулись многие авторы, трудившиеся над оригиналом. Но удастся ли им повторить успех? Время покажет. Apple будет развивать голосовой помощник Siri для русскоязычных пользователей. Для этого компания ищет эксперта, который разбирается в русской культуре. И вакансия доступна на официальном сайте. Будущий сотрудник также должен владеть несколькими языками программирования, разбираться в машинном обучении и многом другом. В тексте прямо указано, что инженер-лингвист должен улучшить клиентский опыт на российском рынке. Эксперты полагают, что компания видит его большой потенциал. Неожиданный поворот событий, учитывая, что в марте прошлого года Apple сама прекратила работу в стране. Интересно, сколько еще корпораций планируют свое возвращение? В конце концов, это же бизнес. Никто просто так от денег не отказывается. А теперь к облицам новостям. Несмотря на спорные оценки, космическое приключение Ford Solis получит адаптацию. Сериал сделают вместе со шведской кинокомпанией, специализирующейся на хоррорах и боевиках. Интересно, снимутся ли в нем Трой Бейкер, Роджер Кларк и Джулия Браун? Ведь именно эти актеры озвучили главные роли в игре. Сегодня для гадов в War Ragnarok выйдет бесплатное дополнение Valhalla. Это эпилог для Кратоса после основных событий игры. Бог войны посетит новую локацию, в которой игроков ждет режим рогалика. То есть предстоит пройти серию уровней, собирая наиболее эффективные руны и способности. А в случае провала придется начинать все заново. Для популярного хоррора Little Company вышло свежее обновление. Оно добавило массу улучшений в игровой процесс, а также ввело режим для арахнофобов. Теперь вместо гигантского монстра по земле бегает надпись «Паук». Но его пугающие звуки остались на месте, так что чувствительным игрокам стоит быть осторожней. Хидео Кодзима все же вставил отсылки на Silent Hill в свою игру. Причем на самое видное место. Если присмотреться в рот одного из персонажей, то можно собрать слово «атами». Это город в префектуре Сидзуока, который переводится как «Тихий холм», то есть Silent Hill. А еще в глазах другого персонажа рассмотрели дверь. Либо это отсылка на хоррор Пи-Ти, либо на самого Кодзиму. Актеры Человека-паука и Астариона попытались утихомирить разбушевавшихся игроков. Дело в том, что новый экшен PlayStation не получил ни одной награды на ТГА. Из-за этого некоторые поклонники Sony начали ругать Baldur's Gate 3 и всех, кто к ней причастен. Юрий Лавенталь, голос паучка, призвал геймеров распространять любовь, а не ненависть. В этом его поддержал актер Нил Ньюбан. Многие фанаты оценили миролюбивые отношения актеров, и тут сложно не согласиться. Любовь лучше ненависти. Пожалуй, это отличная нота, на которой можно завершить выпуск. Не забывай ставить лайки, писать обязательно комментарии. Помни про выходные, пиши, что ты думаешь вообще в этой жизни. Ну а также зацени наше новое видео о непростой судьбе киберпанка. На этом все. Увидимся совсем скоро, то есть завтра. Не скучай. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!